В эфире новости на Аризон ТВ в студии Алиса Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Глава Национального центра по борьбе с коррупцией заявляет, что недоволен тем, как прокуратура по борьбе с коррупцией и Генеральная прокуратура сотрудничает с возглавляемым им учреждением. Какие аргументы были приведены и что говорят в ответ представители названных учреждений, узнаете из нашего выпуска. Кандидат на должность Башкана Гагаузи от партии ШОР Евгения Гуцул может участвовать во втором туре выборов. Центральная избирательная комиссия региона постановила, что запрос от генинспектората полиции не содержит неопровержимых доказательств. Опять отложено. Конституционный суд объявил перерыв до понедельника в процессе рассмотрения запроса правительства о проверке конституционности партии ШОР. Из продажи изъята партия пельменей, произведенных в Украине. В чем причина, расскажем в ближайшее время. Далее все это и многое другое подробно. Центральная избирательная комиссия Гагаузи приступила к печати избирательных бюллетеней для второго тура выборов Башкана автономии, который состоится в воскресенье 14 мая. Всего будет напечатано 93 572 бюллетеня, в том числе 3617 бюллетеней на гагаузском языке, 3230 на румынском и 86 725 на русском. Как сообщает Центр избирательного автономии, стоимость одного бюллетеня составляет 69 банов. Все они будут напечатаны на непрозрачной матовой бумаге светло-синего цвета размером в длину 120 мм и в ширину 140 мм. В бюллетене содержат элементы защиты. Напомним, во второй тур выборов Башкана Гагаузи вышли кандидат от партии ШОР Евгений Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает партия социалистов. Кандидат на должность Башкана Гагаузи от партии ШОР Евгений Гуцул может участвовать во втором туре голосования. Центральная избирательная комиссия региона сообщила, что обращение главного инспектората полиции о предполагаемых нарушениях допущенных партии ШОР в ходе избирательного процесса не содержит убедительных доказательств. Агентство Инфопримнео отмечает, что по словам председателя ЦИК Гагаузи Яны Коваленко, обращение полиции о проведении обысков в главном офисе партии ШОР в автономии, а также в других местах, было направлено в виде информационной записки, в котором не содержится никаких доказательств. Глава ЦИК обратил внимание на то, что избирательное законодательство автономии не ограничивает физическое лицо пожертвованием лишь одной среднемесячной зарплаты. Согласно постановлению ЦИК автономии, физическое лицо может пожертвовать не более шести среднемесячных заработных плат по АТО Гагаузи, уточнила Коваленко. 7 мая в главном офисе партии ШОР в Гагаузи, а также в других местах, прошли обыски по делу о незаконном финансировании избирательной кампании кандидата Евгении Гуцул. Позднее правоохранительные органы опубликовали несколько аудиозаписей, называя это доказательствами подкупа избирателей. 9 мая полиция сообщила, что уведомила ЦИК Гагаузи о выявленных действиях и нарушениях, которые были допущены политформированием в ходе предвыборной кампании в автономии. Политформирование обвиняют в подкупе избирателей в организованном подвозе граждан к избирательным участкам, а также в других действиях, несовместимых с демократическим избирательным процессом. В партии ШОР обвинение отвергли, заявив, что записи сфабрикованы для очернения кандидата от политформирования, которое набрало наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Идет к окончательной победе во втором туре. Партия ШОР – оппозиционная партия, которая много делает для народа и критикует власть, поэтому НАСТ хотят заблокировать, заявили также представители политформирования. В Национальном центре по борьбе с коррупцией обвинения, выдвинутые партией ШОР, отвергли, а представители правительства заявили, что не комментируют эти заявления. Ранее и глава государства, и правящая партия исключили любое вмешательство в отправление правосудия, подчеркнув, что правоохранительные органы должны выполнять свою работу. Конституционный суд возобновит рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии ШОР в понедельник. Сегодня в заседании был объявлен очередной перерыв. Решение принято судьями после того, как адвокаты политформирования обратились с ходатайством о предоставлении видеодоказательств, опровергающих доводы, выдвинутые за последние дни защитниками правительства. С утра в начале заседания, которое третий день подряд длилось семь часов, адвокаты партии ШОР представили ходатайство о приостановлении процесса проверки конституционности политформирования. Это было сделано после того, как они изучили доводы, представленные адвокатами правительства, а также их ответы. В своем выступлении Аурелию Каленко отметил, что согласно пункту 4 статьи 41 Конституции, неконституционными являются партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова. К партии ШОР это не относится, подчеркнул адвокат. Таким образом, неконституционной считается партия или организация, созданная с целью продвижения идей и осуществления деятельности, которые по своему характеру не совместимы с принципами политического плюрализма правового государства. Вместе с этим даже правительство не признает, что партия ШОР была создана и действует с целью покушения на эти конституционные ценности. И это объясняет, почему рассматриваемое в данном случае обращение не относится к компетенции Конституционного суда. Кроме того, он отметил, что расследования, на которые ссылались представители правительства, в которых фигурируют некоторые члены партии ШОР, не завершены. Со своей стороны представители правительства просили отклонить ходатайство, назвав его необоснованным. Это ходатайство является запоздалым, и следует учесть, что в замечаниях, выдвинутых партией ШОР, не было указано на это исключение. Вспомним, что основанием для обращения является нарушение конституционных положений, касающихся правового государства, суверенитета, независимости страны. Суд удалился для рассмотрения аргументов адвокатов партии ШОР, а после совещания отклонил ходатайство. В заседании также участвовали депутаты Марина Таубер, Вадим Фатеску, Денис Уланов и Регина Апостолова. Нет оснований для объявления партии неконституционной. Возможный запрет партии будет означать грубое нарушение положения статьи 11 Европейской конвенции о правах человека. Свободы объединений. В своем выступлении депутат Денис Уланов отметил, что политформирование, членом которого он является, обвиняют в нарушении кодекса о выборах, при том, что банковские счета партии заблокированы уже более двух лет. По словам парламентария, о сложившейся ситуации были уведомлены Центр-Избирком, Министерство финансов и Национальный банк. Два с половиной года партия ШОР пытается работать без банковского счета. Никто не захотел помогать. Нам не открывали даже счета во время избирательных кампаний, когда избирательный кодекс предусматривает... Это не расчетный счет, обычный. Это специальный счет, с которым работает кандидат на выборы. Кандидат партии или независимый кандидат. Нам и эти счета отказывались открывать. А теперь нам говорят, вы нарушили. После дебатов и высказывания выводов, защитники партии ШОР обратились к суду с ходатайством о предоставлении видеодоказательств, подготовленных для опровержения доводов, выдвинутых в течение прошедших дней представителями правительства. Конституционный суд постановил объявить перерыв до понедельника 10.00. Тогда мы выскажемся относительно соответствующего ходатайства. Представители правительства не сделали заявления для прессы. Адвокат Эдуард Дигарик, к которому мы обратились за комментарием, сказал, что значительная часть доказательств, которые адвокаты партии ШОР намерены представить, не связана с запросом. Отдельные видео, которые могут иметь непосредственное отношение к запросу, можно просмотреть, но мы их еще не видели, чтобы понять, что имеется в виду. Речь идет о каких-то протестах, организованных ими, протестах в Грузии, которые не имеют ничего общего с данным делом. Мы их изучим в понедельник, чтобы понять, следует их просматривать или нет. На судебном заседании 11 мая представители исполнительной власти представили материалы, которые, по их мнению, доказывают нарушения, допущенные политформированием, заявив, что партия действовала вразрез с принципами правового государства. Кроме того, адвокат правительства объявил о предполагаемых связях Илона ШОРа с некими личностями из России для оказания влияния на ситуацию в Молдове, а также о контроле над СМИ, и сослался на статьи, опубликованные в Вашингтон-Пост. Все это, по словам Дигари, доказывает, что партия ШОР представляет угрозу для безопасности Республики Молдова. Адвокаты политформирования называют эти обвинения необоснованными. Правительство обратилось с запросом в Конституционный суд о проверке конституционности партии ШОР в конце прошлого года. Авторы обращения обосновали его тем, что до настоящего времени вся деятельность политформирования шла вразрез с принципами правового государства, ставя под угрозу суверенитет и независимость Республики Молдова. Конституционный суд начал рассмотрение 10 мая, и в течение трех дней стороны представляли свои позиции. Партия ШОР ранее заявляла, что намерение объявить ее вне закона означает ущемление прав избирателей, проголосовавших за нее, а также посягательство на плюрализм мнений. И эксперты Венецианской комиссии заявили в прошлом году, что признание политической партии неконституционной представляет собой вмешательство в право на свободу собраний и объединений, охраняемое статьей 11 Европейской конвенции о правах человека, и будет равносильно запрету этого права. Венецианская комиссия также подчеркнула, что объявление партии неконституционной, в отсутствие очевидных и веских доказательств антидемократических действий, вытекающих непосредственно из ее программы или деятельности, является нарушением статьи 11 Европейской конвенции о правах человека. Представители власти утверждают, что обладают достаточными аргументами для объявления партии ШОР вне закона. В то время как судьи Конституционного суда рассматривали запрос правительства о проверке конституционности партии ШОР, активисты и сторонники политформирования провели протест перед Конституционным судом. Манифестанты требовали аннулирования запроса исполнительной власти, целью которой является объявление партии вне закона. Божие! Божие! Демокративные! Демокративные! Правоохранители объявили протестующим, что согласно постановлению комиссии по чрезвычайным ситуациям, проведение собраний с перекрытием полос движения транспорта запрещено и несоблюдение этого требования наказывается штрафом на сумму 1500 до 3000 леев. Кроме того, полицейские запретили Марине Таубер выступить перед собравшимися. Пресс-секретарь правительства Даниэл Воды написал нам в сообщении, что не комментирует протест. Отметим, сегодня уже третий день рассмотрения судьями Конституционного суда запроса правительства о соответствии партии ШОР Конституции. В своем обращении исполнительная власть указала ряд аргументов, в том числе обвинения в незаконном финансировании, материалы журналистских расследований, а также токфакт, что лидер политформирования Илон ШОР был включен в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Другим темам. В 2022 году молдавский рынок недвижимости пережил сильнейший за последние 30 лет кризис, а сейчас он восстанавливается, а так считает экономический эксперт Вячеслав Иоаннице. По его мнению, во второй половине текущего года строительная отрасль страны возродится и оживится процесс кредитования недвижимости. Абсолютный рекорд по строительству жилья в Республике Молдова, как отмечает экономический эксперт Вячеслав Иоаннице, был достигнут в 2021 году. Тогда было построено почти 900 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 680 тысяч в Кишиневе. Таким образом, 75% всего объема строительства недвижимости приходится на столицу. Однако уже в 2022 году последовал резкий спад, и молдавский рынок недвижимости пережил сильнейший за последние 30 лет кризис. В 2022 году все негативные факторы, которые могли случиться, случились. Первые цены на недвижимость после неуклонного падения в течение 10 лет внезапно начали расти в 2020, 2021 и 2022 годах. Что испугало людей? Второе. Началась война в Украине, которая также вызвала панику среди граждан. Высокая инфляция оттолкнула людей от банков и жилищных кредитов, так как их реальные доходы упали на фоне всеобщего роста цен. К тому же, по словам эксперта, высокая инфляция привела к ужесточению монетарной политики Национального банка, в результате чего кредиты в стране подорожали. Сейчас же идет снижение инфляции, и деньги дешевеют. Как считает Вячеслав Иоанница, молдавский рынок недвижимости оживет со второй половины 2023 года. Цены на недвижимость и ее доступность в настоящее время достигли наилучшего уровня, чем когда-либо. Когда у нас с 2019 года цены на жилье начали внезапно расти, на самом деле это было восстановлением после 10 лет падения. О чем идет речь? В 2008 году в последнем квартале квадратный метр жилой площади в Кишиневе в среднем стоил 900 евро. И только в 2022 году мы достигли цен на недвижимость близко к 900 евро в случае новой недвижимости. А в среднем они составили 745 евро. То есть сейчас цена жилья в Кишиневе в среднем ниже, чем в четвертом квартале 2008 года. Но не стоит забывать, какой была тогда стоимость денег и какие были тогда зарплаты. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы ожидается активное возвращение граждан и инвесторов на рынок недвижимости, который даже на пике своего развития в 2021 году использовал только половину своего потенциала развития. Что же касается дальнейшего развития этого рынка, прежде всего в Кишиневе, то, как считает Иоаннице, период дикой и хаотичной застройки уходит в историю. В ближайшие годы столица будет развиваться за счет расширения и создания новых жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой. В международном аэропорту Кишинево сегодня пресечена попытка незаконного ввоза в Молдову 57 тысяч евро. Как сообщили в таможенной службе, незадекларированная валюта была обнаружена в багаже пассажира, прилетевшего рейсом Дублин-Кишинев. Во время таможенного досмотра 26-летний гражданин Молдовы на вопрос, есть ли у него для декларации денежные средства, ответил отрицательно. Однако в результате проверки его багажа была обнаружена крупная сумма валюты. Молодой человек отказался давать показания. Денежные средства изъяты и подлежат конфискации. Для дальнейшего расследования дело передано в Управление уголовного преследования таможенной службы. 11-летний подросток получил серьезные ожоги тела. Его одежда загорелась, когда он приблизился к работающей плите. Несчастный случай произошел утром 11 мая в селе Колебаш Когольского района. По информации полиции спасателей, его отец, находившийся рядом, немедленно отреагировал и потушил огонь на одежде ребенка, после чего обратился в службу экстренной помощи. Прибывшая на место происшествия бригада врачей оказала неотложную помощь, после чего пострадавший был доставлен в районную больницу. В результате инцидента несовершеннолетний получил термические ожоги примерно на 15% поверхности тела. Мы попытались узнать в Когульской районной больнице, куда был интернирован ребенок, каково его состояние сейчас, но на наши звонки никто не ответил. В Генеральном инспекторате по очезвычайным ситуациям сообщили, что его состояние оценивается как удовлетворительное. Все обстоятельства инцидента устанавливают специалисты. В связи с данным происшествием ВЧС призывает людей строго соблюдать меры безопасности при использовании печей, плит, а также других установок, работающих на природном газе. Пельмени опасны для здоровья. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщило об изъятии с продажи партии пельменей под маркой «Сибирские», произведенных в Одессе, с даты изготовления 30 марта 2023 года и сроком хранения до 26 сентября 2023 года. Товар расфасован в коробке по 6 килограммов. Результаты лабораторных исследований показали, что продукт заражен сальмонеллой. Специалисты призывают купивших его не употреблять в пищу и сообщают о возможности возврата в торговую точку. В соответствии с законодательством администраторы торговых точек, у которых были обнаружены несоответствующие стандартам продукты, обязаны изъять их из продажи. В агентстве призвали граждан при выявлении несоответствующих требованиям продуктов питания или отклонений от закона о защите прав потребителей, обращаться по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. Двое 18-летних молодых людей, уроженцев Кишинева и Страшен, находятся под следствием за серию краж совершенных в различных районах столицы. По данным следствия, подозреваемые похитили более 40 аккумуляторов от электросамокатов. Как говорится в сообщении полиции, через мобильное приложение молодые люди отслеживали местонахождение самокатов, похищали с них аккумуляторы, которые затем продавали. Причиненный ущерб оценивается в 10 тысяч евро. В результате действий полиции 35 аккумуляторов были изъяты у подозреваемых и возвращены пострадавшей стороне. В ходе обысков по месту жительства одного из них также было обнаружено оружие, которым он владел незаконно, уточнили в полиции. Молодых людей задержали на 72 часа. По закону им грозит штраф до 67,5 тысяч леев или лишение свободы на срок до 4 лет. Структуры, отвечающие за национальную безопасность, выступили с рекомендациями и предложили карты альтернативных маршрутов передвижения на время генеральной репетиции проезда официальных делегаций на общеевропейском саммите, который пройдет в нашей столице 1 июня. Напомню, что репетиция состоится в воскресенье с 9.00 до 14.00. В течение пяти часов будет ограничено дорожное движение на основных дорожных артериях столичных секторов центра Ботаника, а также в районах, граничащих со столицей, на время движения кортежей, участвующих в генеральной репетиции. Власти предупреждают, что тактические учения могут привести к задержкам в расписании общественного транспорта, что приведет к некоторым заторам на дорогах в центре Кишинева и прилегающих районах. Чтобы беспрепятственно передвигаться по разным секторам столицы, 14 мая жителям и гостям Кишинева рекомендуется проезжать через сектор Буйканы, который, как сообщает полиция, будет использоваться в качестве транзитного участка для объезда улиц, по которым будут проезжать официальные делегации. Жители секторов Чиканы и Рыжкановка смогут добраться до Ботаники или верхней части сектора Центр, проехав по улицам Тома Чорбы и Михаеви Тязул. Правоохранители уточняют, что движение сектора Ботаника в сторону секторов Рыжкановка и Чиканы будет организовано по улице Михаеви Тязул или другим улицам, которые не будут перекрыты. Согласно представленному полиции, пресс-релизу будут также введены определенные ограничения движения по маршруту Бульбуака-Кишинев и обратно. Транспорт, следующий из Кишинева в сторону города Бендеры и Штефанводского и Каушанского районов, будет перенаправлен на национальную трассу М5 через населенный пункт Кальфа или на дорогу Дилаке-Бульбуака-Р2. Гражданам, у которых 14 мая запланированы вылеты, с 9 утра до 14.00 рекомендуется заранее подготовить маршрут следования до аэропорта. Им также советуют заблаговременно узнавать об изменениях в расписании общественного транспорта, особенно междугороднего сообщения. Также настоятельно рекомендуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность для проверки в случае необходимости. Структуры, отвечающие за безопасность саммита, также заявляют, что коммерческая и культурная деятельность не будет остановлена и работа продолжится в обычном режиме, несмотря на запланированное установление периметра безопасности в центральной части Кишинева. Будут разрешены и публичные мероприятия за пределами этой зоны безопасности. Кроме того, в пресс-релизе говорится, что власти будут синхронизировать свои действия таким образом, чтобы свести к минимуму создаваемый людям дискомфорт и рассчитывать на понимание граждан для беспрепятственного проведения тактических учений в рамках подготовки к мероприятию. Полиция призывает водителей с пониманием относиться к возможным сложностям на дорогах, быть осторожными на пешеходных переходах и выполнять законные требования патрульных, которые будут контролировать дорожное движение. Моя Марчелуша делает первые шаги. Об этом в соцсетях написала сестра молодой женщины, лишившейся ног после аварии на Авиадуке в Кишиневе. Марчелла Паллади примерила временные протезы, которые дадут ей возможность снова ходить. Она находится в клинике в Германии, где проходит реабилитацию. «Это протезы временные, чтобы я научилась ходить. Постепенно будем прибавлять сантиметры, пока не вернусь к своим 170 сантиметрам роста», написала Марчелла на своей странице в Инстаграм. «Я уже несколько месяцев не ходила. По этой причине боль отошла на второй уровень, а счастье вышло на первое место», — говорит женщина. Прошлой зимой Марчелла Паллади лишилась ног, оказавшись зажатой между двумя автомобилями, когда устанавливала на проезжей части предупреждающий знак после того, как машина, в которой она находилась, попала в ДТП. Георгий Бегу, водитель виновный в аварии, приговорен к трём с половиной годам лишения свободы, два из которых он должен провести в колонии открытого типа. Кроме того, он должен возместить пострадавший ущерб в размере двух миллионов леев. Приговор не является окончательным. Семья Марчелла Паллади считает этот вердикт слишком мягким. Поскольку во время вынесения приговора подсудимый отсутствовал, Бегу был задержан полиция и помещен под стражу до вынесения окончательного решения. Его адвокат сообщил нашему телеканалу, что оспорит приговор в апелляционной палате. Сотрудник управления по борьбе с мошенничеством при таможенной службе Молдовы Василий Паниогла и его служебный пёс Дунай заняли третье место на международном турнире, который накануне завершился в Анкаре. Состязания представителей специализированных кинологических структур были организованы главным управлением по обеспечению соблюдения таможенного законодательства Министерства торговли Турции. В течение трёх дней служебные собаки демонстрировали навыки в обыске помещений транспортных средств, выявлении запрещенных предметов в посылках, а также в выполнении команд. Кубок и медаль за призовое место молдавской делегации вручил чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Турции Дмитрий Крайтор. Во время церемонии закрытия делегация молдавской таможенной службы вручила медаль за сотрудничество генеральному директору таможенной администрации Турции Бекиру Джанууслу в знак признательности и поддержки за участие в укреплении двусторонних отношений. Турнир был организован с целью развития национального и международного сотрудничества в борьбе с контрабандой, а также для обмена информацией и опытом. Победителем стала команда Турции. Второе место заняли представители Венгрии. Состязание собрали участников из десяти стран. В финале конкурса Евровидения, который состоится в субботу вечером 13 мая в Ливерпуле, представители Республики Молдова Паша Парфени со своей песней «Суаре леши луна» «Солнце и луна» выступит под 18 номером. На официальных аккаунтах конкурса Евровидения опубликован порядок выступлений участников в финале. Шоу откроет дуэт из Австрии. Закрывать финал выпала честь представительницы страны-хозяйки нынешнего конкурса Великобритании. Румыния в этом году не прошла финал. Молдова принимает участие в Евровидении 2005 года. В 2017 году она добилась своего наилучшего на сегодняшний день результата. Тогда группа Sunstroke Project с песней «Хэй мама» заняла третье место. В Кишиневе шоу будет транслироваться онлайн на площади Великого национального собрания и в прямом эфире национального телевидения. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я, Алиса Коряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Удачных вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!